На дальнейшей поддержке Украины настаивает и британский парламент. Речь о политическом сопровождении и финансовом. Комитет по иностранным делам Палаты Общин опубликовал доклад об отношениях Великобритании и России, в котором немало места отведено Украине. Все подробности узнаем от Светланы Чернецкой. Она в Лондоне. Глубочайший кризис со времен Холодной войны. Так охарактеризовали британско-российские отношения в Комитете Палаты Общин. Там подготовили доклад о состоянии и перспективах сотрудничества между Москвой и Лондоном. Депутаты советуют правительству возобновить диалог с Россией, но при этом быть очень осторожными. И мосты наводить не с администрации президента, а с новым поколением российских лидеров. Корень разногласий между сторонами, по мнению парламентариев, лежит в том, что страны совершенно по-разному воспринимают недавнюю историю и нынешнее состояние международных отношений. Лондон уважает международное право, в отличие от Москвы. При этом депутаты настаивают, что полностью игнорировать Россию нельзя. Все-таки это ядерная держава и член Совета Безопасности ООН. Но жертвовать своими ценностями и стандартами неприемлемо. Уступки морального плана парламентарии исключают. Это очень сбалансированный и недвусмысленный доклад. В нем четко говорится, что аннексия Крыма России противоречит международному праву. Это нарушение Будапештского меморандума 1994 года. Но также в докладе говорится о важности диалога с Россией. Правда, ни в коем случае не допускается компромисс по Украине. Поведение России по отношению к Украине полностью и всецело недопустимо. Украине отведено особое место в докладе. В контексте отношений с Россией Киев фактор немаловажный. Это касается в особенности санкций против Москвы. Напомню, их ввели после аннексии Крыма. И Британия всегда выступала сторонником жесткого курса по отношению к Кремлю и одним из главных лоббистов ограничений. Сейчас депутаты задаются вопросом, что будет, когда Великобритания покинет ЕС. Сможет ли Европа оставаться единой в вопросе санкций? Которые, по мнению членов комитета, нужно оставить в силе, пока не будут выполнены обязательства Москвы перед Киевом. Также парламентарий настаивает, Британия должна четче объяснить России, что следует сделать по отношению к Украине для снятия этих самых ограничений. В докладе подчеркнули важность отношений с Украиной. Комитет приветствует внедрение реформ в стране и говорит о необходимости увеличения финансовой поддержки. А вот деятельность британского МИДа во главе с Борисом Джонсоном депутаты раскритиковали. Дескать, многие сотрудники, курирующие сотрудничество с Москвой, даже и по-русски не разговаривают. Сверлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер.